В Самаре дали старт четвертому региональному туристическому форуму, проводимому при поддержке Федерального агентства по туризму и Департамента туризма Министерства культуры Самарской области. В этом году он расширил свою географию и проводится в восьми крупнейших российских городах. Подробности в нашем материале. Два дня на то, чтобы изучить тренды туризма. Четвертый региональный туристический форум в этом году собрал более 50 участников и 600 гостей. Это представители агентств, авиакомпаний, отечественных и зарубежных отельеров. Своим опытом с регионом делятся эксперты из Санкт-Петербурга, Сочи и Республики Крым. У вас есть тоже свои источники минеральные. Дать льготы, реальные льготы под бизнес-проекты, чтобы люди вкладывали деньги. Дать им возможность вложить это в туристический продукт России. А он у нас имеет огромнейший потенциал. Просто огромнейший. Настолько, что в каждом регионе есть свое что-то особенное, что можно показать. Одна из главных тем форума – внутренний туризм. Среди приоритетных направлений в этом году – волжские круизы, железнодорожные путешествия и использование наследия чемпионата мира. Этот потенциал надо использовать. Говорили про мазь, направление деловое. Здесь можно проводить конференции, предоставлять людям просто погулять по городу с большим количеством музеев, объектов показа с аудиоэкскурсиями. Мы в период чемпионата мира сделали 10 аудиоэкскурсий на пяти языках. Поэтому у нас любой формат мероприятий может проходить в пределах города. И самое главное – инфраструктура подготовлена. ЧМ-2018 показал рекордный для области турпоток и положительно сказался на сфере услуг, объем которых многократно вырос. В прошедшем году налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации по предприятиям туротрасли региона поступило в два раза больше, чем в 2017-м. В настоящее время в России разрабатывается стратегия развития туризма. На основе этого документа будет сформирована и тактика Самарской области. Дарья Зотова, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии.